Мы продолжаем наш проект о вкусах поспорим. Предыдущий наш репортаж вызвал большое обсуждение среди балаковских школьников и их родителей. Лидером негативного голосования стала одна из школ города Балакова, но отправиться в нее мы сочли слишком предсказуемым, и поэтому отправились в другое учебное учебное учебное. Сегодня мы находимся в столовой школы номер 13. Давайте попробуем, как здесь кормят. Субтитры сделал DimaTorzok Расскажите, какое у вас здесь меню, как часто оно меняется, и чем вы здесь кормите школьников? Здравствуйте. У нас есть примерно 10-дневное меню, которое рассчитано на 10 дней. Мы стараемся его придерживаться, не меняем дни. Как есть, у нас положено первую пятидневку. У нас идет первая половина нашего 10-дневного меню, а во вторую половину идет вторая половина. Конечно, индивидуально мы ко всем не можем подойти, потому что есть детки, которые едят кашу, а есть, которые не едят. Но мы стараемся, идем на уступки, делаем выпечку. Дети с удовольствием едят. Это я говорю про бесплатное меню на 16 рублей, которое у нас рассчитано во вторую смену, которая учится. Они приходят на завтрак поздно. Естественно, мы идем им на уступки и иногда корректируем их меню, потому что дети приходят в обед, они уже кашу не едят, которая рассчитана на завтрак. Поэтому мы, согласно ценовой политике, делаем на эту сумму, им стараемся, чтобы это было приближено к обеду. Это общепит, и в этом общепите кто-то скажет, что это очень вкусно, а какой-то ребенок скажет, что мне не нравится. Есть детки, которые вообще не притрагиваются. То есть я им подхожу, говорю, вы пробовали? Они говорят, нет, мы не будем пробовать. А есть, которые с удовольствием едят, они прямо с удовольствием даже, и идут показывать тарелки, что они как бы съели. Продукты поставляет нам Волкова Наталья Юрьевна. То есть продукция поступает, ну, когда один, когда два раза в неделю. Следим за тем, чтобы продукция была качественная, ну и сроки годности, чтобы, конечно, были... Готовим все здесь. Итак, мы выяснили, что малыши питаются у нас завтраком. Пудинг творожный с молочной сгущенкой, батон богатырский и чай с сахаром. Стоимость завтрака 50 рублей. В меню для льготной категории учащихся входит каша молочная геркулесовая с маслом, батон богатырский и чай с сахаром. Скажи, пожалуйста, а почему ты вот не питаешься завтраком, а принесла с собой ланчбокс в школу? Ну, я могу свои армянские бутерброды приносить с собой. У тебя какая-то специальная диета? Да нет, правильная. Просто ты кушаешь то, что дома приготовили. Скажите, пожалуйста, а почему вы не покупаете завтрак, а питаетесь в буфете? Я первый раз в буфете купил. А до этого где питался? На раздаче. А почему все это не питалось? Не знаю. Там, в очередь, больше. Хорошо, скажи, пожалуйста, тебе нравится, как кормят у вас в столе? Да. А есть что-то, что бы ты хотел изменить в меню? Нет, все нормально. Питаешься не школьной едой, а с собой из дома принесем? Ну, мне потому что не нравится то, что она холодная, когда подают. Холодная. Поэтому я начал свою еду на сайте. Скажи, пожалуйста, а что бы ты хотел изменить в школьном меню? Ну, не знаю. Ну, может, что-то добавить хотел бы? Нет, я хотела, чтобы подавали хотя бы горячее, что-нибудь теплое. А то я прихожу, вот, когда питался, а там холодное, мне это не нравилось. Скажи, как тебе каша? Врать нормальная. Скажи, а что тебе хотелось бы изменить в меню школьном? Да, все хорошо. Может быть, что-нибудь добавить? Нет. У тебя нет нареканий? Нет. Ну, и не все. А ты все время питаешься с завтраками школьными? Да, все время. Ну, а есть что-то, что вам очень нравится, то, что готовят здесь? Пицца. Нет. Пицца. Пицца, да, пицца. Выпечка тоже. Не хочу курить. Ну, это в буфете, а в столовой? В столовой? Нет. А пивочках котлеток. Здравствуйте, ребята. Скажите, откуда у вас такие блюда? В меню их нет, насколько мы знаем. Вам не нравится, что ли? Нет. Нет, там все нравится. Мы вас спрашиваем, что вам нравится, не нравится. Ну, мне кажется, кормят нас вкусно. Да. Вот, знаете, обеды вкусные. Мне нравятся щи тут. Ну, я, знаете, мне кажется, можно сравниться вот с кухней в детском саду. В детском саду очень вкусно кормят и есть тут. Соревноваться можно, так сказать. Ну, все-таки откуда пюре и сосиски? Кто-нибудь скажет? В меню их на завтраке не было. Не пей. А в тракте, наверное. Сейчас уже обед. Да. Да, купили прямо. В меню сосисок и пюре и макарон, к сожалению, не оказалось. Откуда они появились, мы так и не выяснили. Скажите, пожалуйста, вот у нас возник вопрос, откуда появились пюре, сосиски, макароны. Также я вам не сказала, что у нас есть свободное меню, которое у нас прописано отдельным листком, вот, потому что детки, которые постарше, они, ну, у них есть право выбора, так скажем. Поэтому мы для них тоже готовим пюре, ну, их любимую еду. Также сосиску, подливу делаем, ну, в данный момент нет, вот мы делаем, что у нас есть, гречку. Ну, это то есть то, что дети хотят сами. Это также выбирается, у нас есть свободный прайс цен, и по этому прайсу цену вот мы прописываем свободное меню, согласно требованиям детей. То есть это дети просят нас сделать, мы это идем им на уступки и делаем, чтобы дети кушали. А как же сбалансированное питание, которое рассчитано на 10 дней? Есть оно, конечно, оно платно идет, но есть еще и свободное меню, которое, оно свободное, оно, ну, как сказать, оно есть у нас в реализации, мы ее реализуем, то есть варим, ну, я не знаю, как сказать. То есть вы же заведомо понимаете, что дети выберут за те же деньги в свободное меню, а нежели чем сбалансированное, что вы говорите? Ну, я вас все, я понимаю об этом, но у детей тоже должен быть право выбора, они ведь тоже знают, что они любят и не любят. Мы же не можем заставить всех детей есть эту кашу геркулесу, правильно? Говорить о том, что у нас есть сбалансированное в школе питание, это профанация. Почему? Ну, потому что все покупают все равно то, что хотят. В итоге в школы не обеспечивают требования роста. Ну, мы же не можем заставить каждого ребенка есть то, что у нас, да, это, так это тоже у нас меню входит, оно у нас есть, и, которое прописано, 10-дневное меню, оно у нас есть. И оно, и эти блюда тоже из этой категории, только мы их готовим, например, каждый день на свободное меню, но и есть и меню, которых, эти блюда есть в этот день, например, там. Меню какое, свободное используете на выбор или то, что вам предлагает столовая? На выбор. А почему? Так вкуснее. А то, что предлагает столовая вам? Ну, не знаю. Не нравится? Не очень. А что бы вы хотели изменить в меню? Может, что-то добавить хотели бы? Да, добавить. Не знаю. Да нет. То есть вам ничего не нравится, но изменить вы это не хотели бы? Нет. Да, ну, я, конечно, буду. У меня что, выбор? Я же не по свободному меню. Я паспорт покажу. Ну, кстати, мясо тут я не вижу. Мясо не поводит? Нету мяса. Серьезно? Борщ на постном бульоне. Это чувствуется. Мяса нет. Ну, со сметаной вкусно, в принципе. Да, как нам объяснили, мясо в этот борщ не положено. Вот, поэтому получается он овощной исключительно. С поджаркой, судя по всему. Соленый в меру. В принципе, вкусно. Борщ я бы съела, если бы была школьником. Так. Попробуем рис с котлетой. А с чем котлета? Как рыбная. Ну, правда, холодноватый. Похоже на обычную еду из столовой. Ну, да, не мешало бы подогреть. В котлете соли не чувствуется. Ну, в рисе тоже. Ну, соль. Наш враг. Каша овсяная. Геркулесовая. С маслом. Каша сладкая. Ну, вкус. Какой-то странный, если честно. Не могу понять, но такое чувство, как будто... Как тесто. Вот когда тесто для печенья делают. Какой-то такой вкус. Может быть, там... Не знаю, что там может быть. Мы выяснили, что учащиеся школы номер 13 предпочитают питаться в буфете или по свободному меню, блюдо из которого нареканий у нас не вызвали. Кроме, пожалуй, геркулесовой каши. Как пояснила заведующая производством, это происходит из-за качества закупаемого сырья. К сожалению, на это повлиять руководство школы пока никак не может. С вами был Балаковский репортер. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова